Потому что приблизно о 15.30, бля Жовтневого палацу, куди Михаил Саакашвили закликал людей идти, чтобы ориентировать помещение для организации штаба, так вот, под стенами выникла сутичка. И дивно, что уже в середине даже ждали бойцы Нацгвардии. И вот почему выникла сутичка? По-неби-то это была провокация. Все детальнее почуем из первых уст. Пане Михаилу, расскажите, пожалуйста, что случилось? Почему эти шипки? Во-первых, спасибо большое, потому что вы один из немногих каналов, которые сейчас показывают правду, и надо, чтобы люди знали правду. С самого начала Порошенко делал счет для того, чтобы поискредитировать массивный протест. Вы знаете, что массово они говорили, что мы будем применять насилие, мы будем принимать все меры для того, чтобы... Для того, чтобы... Для того, чтобы... Там создавать беспорядки и так далее. Сегодня собралось очень много людей. Несмотря на то, что практически из региона не приехали люди, не приехали люди, потому что у нас и технической возможности не было их оттуда везти, и мы их не призывали оттуда приезжать. И сегодня был очень масштабный марш, тайм-бич. Он прошел очень классно. Там было много разных выступающих, совершенно разных политических сил. На сцене стояло еще больше людей представителей против сил, которые не все будут голосовать вступить. И после этого, во время, как у нас поэты очень проходило, там были жены и дочери, захваченных властью наших офицеров. И возникла идея преминного штаба с ними, и вот с межпартийной, межкруповой координацией нашего движения. Ко мне подошел Егор Соболевский, сказал, что есть договоренность, что мы в нем в дворце есть комнаты, и что по дороге мы можем зайти, зафиксировать, что мы есть, и потом мы, грубо говоря, пойти на выходную разу, как планироваться. Мне кажется, что Егоры тоже тут подставили, потому что я передал это народу. Мы туда пошли, а там вместо администрации, вместо обычного гражданского здания нас встретило огромное количество нацгвартий. Причем оно со всех сторон зашло на людей. Причем оказалось, что как только начали стычки, они практически немедленно начали стычки, внутри оказалось еще больше нацгвартий. Какой-то провокатор бросил петарду, и к которому наши активисты сразу отвели в сторону, и с ним жестко разобрались. И вот это началось. Как только это началось, как только мы поняли, что это происходит, как только мы поняли, что никто к администрации наш не ждет, но оказывается, там какое-то мероприятие внутри, про которое нас никто не предупредил. И более того, люди оттуда хотели выйти, их тоже не уходили в квартирах. Я сразу собрался на машину, заплатил микрофон и сказал, мы сейчас отсюда уходим. Это провокация. Я категорически призвал всех не штурмовать в жертвеневой палате. Вообще сейчас, несет за стол, Саакаш или Павел людей, на что он жертвен в дворец? Так какая-то чушь! На что нам жертвен в дворец? Что мы там могли бы делать, если бы даже его захватили? Что нам делать в дворцов? Что там, мы штаб революции устроим, что мы там на зиму обустроимся. Какая вообще чушка? Кому это пришло в голову? Назначе они говорили, что мы Павел людей хотели захватить. А сейчас какой-то дворец? Почему не дворец? Почему не там... Музей Украины. Будай, в отеле Украины. Или там, как его, в Ленскую, Ленскую, Ленский музей и так далее. В том Украине, это так далее. То есть, древская администрация, так далее. То есть, это была чистая провокация. Что, а с единой целью дискредитировать наш мирный протест. Поэтому, во-первых, я хочу просто измениться перед теми людьми, которые были внутри. Реально, если им достались этого, пришлось по нервничеству, потому что там взрывали, взрывали пакеты, петарты. Я отвел людей максимально быстро, чтобы в этом не участвовать. Но я хочу просто сказать, что я на стороне полностью этих людей. Наши. Потом, когда я повел людей обратно на Мейдан, я хочу сказать о людях. Наши не протесты. Хочется только мирный. Все, кто призывает нас ломать хоть одно окно, хоть одну дверь, это провокатор. Когда нас будут миллионы, все двери и все окна самые откроются. Нам не нужен. Наш протест, это протест без единого, разбитого окна, там, где мы. Без единого, разбитого. Что хочет власть? Власть хочет следующее. У нас, с одной стороны, война, которую начал Путин, и не был Путин. Но почему-то в ней заинтересованы украинские лекарства. Они хотят под эту войну держать напряжение людей на фронте. И, с другой стороны, они хотят создать очаги гражданского противостояния внутри Киева, внутри Украины. Я хочу полную ответственность заявить, и люди должны об этом знать. Я сказал, что я готов пожертвовать своей жизнью. Я сегодня на марш пришел со своим сыном и женой. Но я не готов жертвовать к жизни или капли крови хоть одного украинца. Поймите меня. Это не та цена, которую я готов заплатить, даже за то, чтобы поры погнать в власти. Мы их поконим в власти. Они вчера весь день разгоняли, что я с ними секретный переговор веду. Многих людей просто дезориентировали. А сегодня они хотят оказать, что я агрессивный провокатор и радикал. Я ни то, ни другое. Мы готовы вести с ним переговоры. Еще раз даю, но эти переговоры будут о передаче власти. Я мирно переходит. Мы знаем, что у людей скачается терпение. Мы знаем, что провокаторы могут этим воспользоваться. Мы знаем, что это делается также для дискредитации минного характера в глазах международной общественности. Поэтому и категорически порицают любые попытки захвата любых станет. в чем мы два месяца в этих калатках мерзнем. Если сейчас, через два месяца, мы решили пациентный зал захватить. Вы подумайте, вообще, как нас разводят. Михаил Николаевич, а сколько пострадало людей? И какой-то последний вопрос? Я надеюсь, что... Я там был, максимально людей мы вывели, там они питались какими-то дымовыми шашками, я сам чувствовал газ, меня тоже эти магнитушители валили, но еще раз говорю, это мы категорически мы. Ваня Слободянь, наш представитель, который был в этом вообще все мероприятие на Новой Дане, сказал, что кто тронет партию нацгвардейцев, это врага Украины. Он это повторяет истерично в микрофон. Я повторял истерично, не трогайте, я говорил, делайте корректор, выпустите этих людей, не надо на них нажимать, не надо создавать. Я сам оказался, я сам очень некомфортно себя чувствовал, потому что меня зажали со всех сторон. Я понял, что оттуда надо уходить, потому что это реально было чистой воды провокация. Поэтому я хочу сказать тем людям, которые организовали эту провокацию, не считайте украинцев за делом. Они во всем разберутся. Есть видеокадры, я хотел бы, чтобы вы показали видеокадры, как я призывал неоднократно разойтись, не штурмовать. Мой призыв был не штурмовать. И мой призыв в дальнейшем ко всем миром, вообще никогда ничего не штурмуйте. Когда ко мне пришли в изолятор, кто-то разбил окна магазина в Рошене, это провокаторы. Не надо ни окна в магазинах быть, ни концерты в зале, не надо людям создавать неудобства, ничего не надо штурмовать. Киев мирный город. Киев должен оставаться мирным городом. Это провокаторы. Эти люди профессиональные провокаторы, они хотят это делать. Давайте и последнее. Я хочу, чтобы мы пока что не объявляли нового марша, пока мы не выработаем четкие механизмы защиты от провокации. Потому что то, что я сегодня увидел, мы в принципе у нас нет хороших механизмов защиты от этих провокаций. Поэтому мы должны, кроме того, что мы сами не хотим в них участвовать, но другая сторона и сделать. Поэтому мы должны пока перегруппироваться и сначала создать механизмы, как не допускать дальнейших даже намека на провокацию и только уже потом выходить на область. Власно, кажучи, за удачусь.